Странный вопрос, есть ли религия у животных? Согласитесь, многим он и в голову не приходит, но среди ученых есть те, кто всерьез исследует эти феномены. Они говорят, что ритуальное поведение есть в поступках шипанзе, слонов, дельфинов, и изучение проторелигий среди животных поможет нам понять развитие религии у современных людей и их предков. В своей книге «Сила веры» нейропсихолог Джей Глаз говорит о психологических зачатках религии. То, как обезьяны почитают своего лидера и преклоняются перед ним, схоже с тем, как мы почитаем и повинуемся своим духовным лидерам и божествам. Стая полагается на вождя племени и надеется на его защиту, поэтому доминирующий самец должен вести себя так, словно в джунглях полных опасностей он ничего не боится. И об этом мы говорили в нашей лекции о Зигмунде Фрейде. Например, во время грозы, когда все остальные обезьяны прячутся от страха, он напротив говорит с грозой и показывает, что он тут хозяин и готов защищать свою стаю. Он бросает камни и ветки в грозу и словно кричит ей «Ты меня не запугаешь! Я тут хозяин, ясно?» Антрополог Леонел Тайгер в своей работе «Мозг Бога» посвящает целую главу религию шимпанзе. Он пишет, что в течение дня у них есть период, когда стая собирается в безопасном месте среди деревьев, и он сравнивает это с естественным кафедральным собором. Обезьяны проводят это время в тишине, никто никого не беспокоит, и даже глава стая ведет себя дружественно и смиренно. После такого якобы ритуала они расходятся и уже занимаются обыденными вещами. Шимпанзе разделяют с нами почти 98% ДНК, и неудивительно, что они часто ведут себя подобно людям. Джеймс Андерсон из Киотского университета в Японии говорит, что находится все больше доказательств того, что не только люди осознают необратимость смерти. Более того, обезьяны возвращаются на места захоронения и проводят там время в тишине. Теолог Нанси Хауэлл видит поведение шимпанзе и бонобо как зачатки к культуре и духовности, а приматолог Джейн Гудл говорит, что танцы шимпанзе под сильным дождем или возле водопада являются предшественниками религиозного ритуала. Теперь немного о траурных ритуалах. Они хорошо задокументированы у африканских слонов. Доктор Рон Сигл пишет, нельзя игнорировать тщательно продуманное похоронное поведение слонов как аналогичный признак ритуального или даже религиозного поведения у этого вида. При встрече с мертвыми животными слоны часто хоронят их с грязью, землей и листьями. К тому же, помимо своих сородичей, задокументировано, как слоны хоронили носорогов, буйволов, коров и даже людей. При этом они хоронят тела с большим количеством фруктов, цветов и красочной листвы. Они выражают почтение умершим, преклоняются перед ними и нежно прикасаются хоботом-станком тела. Более того, слоны приводят к местам захоронения своих детенышей и учат их с почтением прикасаться к черепу своих предков. А Роберт Сапольский из Стэнфорда отмечал поверхностное сходство между похоронными ритуалами слонов и погребальными ритуалами неандертальцев. Доктор Сигл, изучая зачатки религиозной веры в слонах, говорит, что слоны знают и о естественных циклах, так как они практикуют поклонение Луне, размахивая ветками в период растущей Луны и участвуя в ритуальных купаниях в полнолунии. Отмечу, что еще Плиний-старший в Древнем Риме считал, что слоны почитают небесные тела. Вдобавок известно, что дельфины остаются с недавно умершими членами своих стаи в течение нескольких дней и не дают дайверам приблизиться. Конечно, о их мотивах можно спекулировать, но такое поведение заставляет многих задуматься. Возвращаясь к приматам, добавлю, что шимпанзе участвует в ритуальном поведении после смерти члена группы. Такое поведение начинается с группового или индивидуального молчания, которое может длиться часами и сопровождаться специальной вокализацией, ухаживанием за трупом или торжественным посещением трупа членами группы, плачем или выкриками о бедствии и так далее. Обо всем этом рассказано в научной статье Джеймса Харрада «Религия шимпанзе». Не стоит забывать и опыты в Гарварде психолога Скиннера. На примере голубей он показал, как у животных может формироваться ритуальное сверхъестественное поведение. Психолог-эволюционист Мэтт Рассана предположил, что религия развивалась в три этапа. До позднего палеолита религия характеризовалась экстатическими ритуалами, используемыми для облегчения социальных связей. Затем в позднем палеолите развивались шаманские ритуалы исцеления. Но позже религиозные выражения развились и включили в себя пещерное искусство, ритуальные артефакты, поклонение предкам и развитие мифов и моральных структур. И если это так, то поведение шимпанзе, о котором говорила Джейн Гудал, может быть истолковано как сходство с религией до палеолитического человека. Но важно учитывать, что многие работы Франца де Вааля говорят нам, что у приматов уже есть чувство морали. Все эти вещи важно понимать, чтобы иметь представление о том, как у наших предков развивались системы религиозных верований. И сегодняшнее религиовидение обращает на это внимание, ведь исследования, о которых я здесь упоминал, печатаются в религиовидческих журналах. А Американская академия религии приглашает Франца де Вааля быть почетным спикером на их конференции. Знания о том, что существовали иные виды людей, помимо нас, хомо-сапиенсов, помогли многим отказаться от антропоцентризма и пересмотреть древние мифы и верования, которые ставили человека в центр мироздания и делали его смыслом и целью существования всей Вселенной. Точно так же, возможно, нам придется пересмотреть многие вещи в нашем отношении к религии из-за тех знаний, что у нас накопились о животных. Если помните, я уже поднимал эти вопросы в своем другом видео о том, что наука признает религии, а что нет. Но теперь мне хотелось бы услышать ваше мнение. Пишите в комментариях, что вы думаете о том, есть ли религия у животных, и не переставайте сами исследовать подобные вопросы. Делитесь этим видео, если нашли его полезным. И до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok